Как известно, в последние годы выборы депутатов в Горсовет проходят по смешанной схеме. То есть 50% депутатов избираются по партийным спискам, а другая половина по одномандатным округам. Теперь же предполагается проводить выборы только по округам. Сегодня практика показывает, что люди, избранные по такому вертикальному списку, не привязанные к округам, они не ощущают прямой ответственности перед своими избирателями. Многие даже не знают, к какому они округу относятся. Они как бы депутаты вообще, а не депутаты, конкретно представляющие какой-то округ. Такая неэффективность и послужила толчком для преобразований. Однако представители оппозиции в корне не согласны с таким мнением. Вот такие объединения очень серьезные. Вы подойдите к нашим депутатам, у нас четыре депутата в городском совете, и побеседуйте с ним. Я думаю, они вам расскажут и округ, на котором работают, и то, что они делают на этом округе. Даже в проекте слушания они не указали, какова же цель изменения устава города. Какова цель? Что заставило поменять этот сустав? Единственную цель, которую они там указали, это проведение слушания. Но ради чего? Как я помню, в свое время, когда вводилась вот эта система, которая на сегодня действует, коммунисты тоже были против. Поэтому, ну, это их как бы удел, очевидно, все-таки, быть всегда против. Поэтому, и это тоже нормально, кстати говоря. Но что такое демократия? Это все-таки учет мнения большинства. Как только настроение масс стало леветь, как только массы перестали доверять партии, и свое недоверие они высказали на прошедших выборах, ведь за Единую Россию проголосовало 43, только проценты с небольшим. Сразу после этого, сразу после этого, пошли изменения, направленные на то, чтобы удержать власть в своих руках. Вопрос о переходе на мажоритарную систему выборов будет поставлен на одной из ближайших сессий. После этого город приступит к изменениям в схеме избирательных округов. Вместо 13 нынешних появится 30. Марина Непомнящих, Вячеслав Батоев, Первая альтернативная.